Подключение зарядной станции к сети дома нужно проводить после вводного автомата, в разрыв проводов, питающих остальные автоматы дома. Однако мне поступил вопрос от подписчиков, каким должно быть сечение провода для инвертора на входе и выходе, а также как выбрать сечение провода для аккумулятора. Сечение провода для инвертора на его входе и на его выходе одно и то же. И выбирается таким же, как и сечение вводных проводов, приходящих на вводной автомат. Делается это для того, чтобы не ограничивать потребление электроэнергии при работе от основной сети. Сечение провода для 12 вольт для аккумулятора следует выбирать исходя из мощности зарядной станции. Зная эту мощность, определяем ток заряда и разряда аккумулятора по простой формуле, где И – это ток через провода аккумуляторов, П – мощность зарядной станции, У – напряжение аккумуляторных батарей. По току можно определить сечение провода для аккумулятора, используя таблицу длительно допустимых токов. Причем, выбираем ближайшее значение тока в большую сторону. Если провод длинный, то следует выбирать еще большее значение. Например, для станции 5000 ватт и 48 вольт ток по формуле будет 100, 4 и 16 сотых ампера. Смотрим по таблице и видим ближайшее в большую сторону значение – ток 115 ампер и сечение, которое ему соответствует – 25 мм квадратных. Так как напряжения на аккумуляторе низкие по сравнению с сетевым напряжением, то токи на аккумулятор и от аккумулятора имеют очень большие значения. А это значит, что на проводе от батареи к бесперебойнику может быть большое падение напряжения при недостаточном сечении провода и большой его длине. Это приводит к тому, что ИБП недополучает питание и провод сильно греется, что чревато пожаром. Вывод. Аккумулятор должен быть как можно ближе к зарядной станции. Сечение провода, выбирать поток у аккумулятора с запасов, избегать лишних соединений. И все соединения должны иметь очень надежный, качественный контакт. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях.